Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я, Сергей Новиков, кандидат психологических наук, автор и ведущий программы «Коммельфо». «Коммельфо» — французское слово, только пишется «коммельфаут», переводится как «так, как надо». У нас обычно переводят как «этикет» или «хороший тонн», то есть поведение людей за столом на разных приемах и так далее, то есть вилка в левой, котлета в правой. Но мы будем говорить о более широких вещах, так как надо, как надо жить, как приводить в себя порядок в психологическом смысле, какие существуют правила поведения людей и взаимодействия между ними. И вот, может быть, вопросы, которые у вас будут возникать, разберем их. Ну что, начнем? Здравствуйте, уважаемые коллеги! Недавно у меня было такое приятное впечатление о нашей полиции. Ну, вообще, люди, такие законопослушные, мы ведь довольно редко прибегаем, не говоря, что может задержаться милицией, просто к их услугам, слава богу, к помощи. А тут вот сейчас, может кто не знает, преподаватели вузов, педагоги школы должны сдавать в отдел кадров еще и справку об отсутствии судимости. А вдруг я педофил какой, да? В те давние времена, как-то в голову не приходил об этом, спрашивать педагогов. Вот, ну и пошел, значит, в управление внутренних дел Казанское, там, сказали, в какую комнату пройти. Вот, вежливо выслушали, попросили заполнить заявление и также сказали, записали телефон мой, ну, знаете, раньше месяца вряд ли. Обычно месяц проходил это дело, но если что, мы позвоним, ну, или вы звоните только через месяц. Так нет, через неделю мне уже позвонили, сказали, ваша справка готова, приходите, пожалуйста, забирайте. Ну, там, подполковник меня принимал, потом женщину-майор выдавал уже эту справку. Вы знаете, действительно милые лица, милиция. Так приятно было с ними общаться, работать. Ну, просто совсем другие времена. Вы, наверное, заметили, да, я часто ругаюсь, вот, на заимствовании западных слов, иностранных, все это вот засорение языка. Но, с другой стороны, иногда, может быть, это и правильно, даже иначе произносятся фразы. Вот сейчас говорят бизнес-ланч. В Советском Союзе это называлось комплексный обед. В заводской столовой, там, в офисах и так далее. Ну, как говорилось и комплекс, вот первый, второй компот, салат, как бы без особого выбора. Ну, может, было несколько обедов. Там на авиационном заводе, да, там было что-то шесть залов, и в каждом был свой комплексный обед просто. Ну, просто выбирай, какой имени тебе нравится, иди, покупай, обедай. Вот, а сейчас бизнес-ланч. Ну, смотрите, вот, как сказать так вот, по-современному, да, вчера Секьюрити не допустил мне в кафе на бизнес-ланч из-за неподходящего дресс-кода. Как красиво и изящно, да? А тогда бы, как сказали, вышибало, вынес меня из столовки и не дал захавать комплексный обед из-за хренового прикида. Нет, пожалуй, про бизнес-ланч уже лучше и изящнее. Буквально на днях был свидетелем такой сцены. Ну, гуляю там по тротуару, на встречу мне идет молодая семья, мама, папа. Папа сына так лет трех держит, ну, на шею посадил, ведет. Мама везет младшего в коляске. Оба курят папа с мамой, слава богу, не дети еще. И так это обсуждают какие-то семейные проблемы, причем матом. Они матом не ругаются, они о нем разговаривают. Ну, я даже посмотрел им вслед с очень нежной улыбкой. И что-то в голову пришло, и действительно, практически не встретишь нам в городе, да, когда мужчина с дамой идет под руку. Ну, может, такие пожилые люди, старшего покорения. Сейчас как-то ходят, ну, рядом лучше, в случае, парень с девушкой, да. Помню, еще в 70-е годы была такая мода, ну, молодые люди, парень с девушкой. Парень брал обязательно девушке сумочку и нес ее сам. Подчеркиваю, что он рыцарь. Девушка от тяжести освободила. Для девушки сумочка это не тяжесть, это аксессуар. Она его подбирала под цвет платья там или под цвет глаз. Не надо не отбирать сумочки. А вот под руку взять, действительно, сейчас молодежь так не ходит уже. Вот когда еще были тоже времена, тоже у меня были программы, хороший тон. Вот говорят, с какой стороны мужчине нужно идти от дамы. Ну, я так говорил, вот представьте себе в старые времена шпагу. Вот у вас шпага есть на левом боку, да. Чтобы даму не бить шпагой по ногам, мужчина брал ее под правую руку, а шпага оставалась слева. А в советское время, потому что шпаги уже не носили, тоже правила хорошего тона указывали. Мужчины должны вести даму правой рукой, да, кроме офицеров. Офицер должен взять даму под левую руку, чтобы отдавать честь встречным старшим офицерам. Господи, как говорил Фаина Раневская, какая я старая, я еще помню порядочных людей. Какой я старый, я еще помню старые манеры, которые, похоже, ушли в прошлое навсегда. Я вот как-то вспоминал Генри Форда Старшего, да, собственно, человек, который сделал Америку автомобильной стороной. Как сейчас шутят, да, что как минимум третья часть американцев зачата на заднем сиденье автомобиля. Вот сейчас знаменитый его Форд Т, очень примитивная машина, но и дешевая, и доступная, сделала Америку автомобильной стороной. Ведь, как ни странно, сейчас действительно первая волна автомобилизации у нас в России. Ну, пусть и иностранные машины, и наши, ничего там страшного нет. Ну, если не нужно, и припарковаться негде, и пробки там, и все жалуются на это. Ну, вот у нас первая волна автомобилизации. При Сталине машинами награждали, их нельзя было купить. Либо служебные, либо награждали полярных летчиков, стахановцев, там, героев. Хрущев считал, это вообще была в стоп, личный автомобиль, отразивательный мобильный транспорт. И вот у нас пока еще народ не наигрался в машинке, через дорогу за хлебом в машине поедет, прочие-прочие вещи. На самом деле, места для парковки, ну, нет, да. Я когда-то поинтересовался по советским СНИПам, строители нормы и правила, считалось, что в многоэтажном доме, вот, двор, тротуары или даже стояночки для машин, из таких норм исходило 5, ну, максимум 10 квартир на одну машину. То есть машина была бы только, ну, у одного владельца из 5 квартир, ну, или из 10. И вот с ним, по-моему, с советским еще у нас наш двор построен, ну, девятенажный дом, тротуары и прочее, ну, не хватало места, в общем, мы просто на тротуары лезли, где угодно ставили. И вот буквально там два месяца назад у нас сделали реконструкцию двора, капитальный ремонт, сделали широкие дороги, проезды, отличные тротуары, карманы для автомобилей, и всем стало хватать. Ну, появились другие нормы. Правда, еще середину двора бы хорошо благоустроить, там, для детей, деревья посадить побольше. Вот, ну, видите, тоже что-то в этой жизни меняется. Так ведь, что интересно, уже грузовые газели стали загорять наш двор и ставить на ночь. Места много оказалось, вот ведь как. Я как-то уже приводил такой пример, как будто наглядность педагогики, да, вот, что диаметр земного шара 12 800 километров. Если взять 100 долларов и купюры и укладывать ее в трибром, в высокую пачку, она достигнет, вот, вот, 18 тысяч километров, больше диаметра земного шара, это так выглядит государственный долг Соединенных Штатов Америки. Я недавно прочитал такую цифру, что, якобы, состояние Ротшильдов оценится в 500 триллионов долларов. То есть, 18 триллионов, тут 500 триллионов. Это два раза орбита Луны. На Земле уж точно нет столько деревьев, что отвечает столько бумажек. Это уже не бумажки, это компьютерные нолики, кто кому там должен уже непонятно. То есть, что-то с этим миром надо делать, или он с нами сделает, потому что это уже, собственно, полный бардак. Ну, строго говоря, многие исследователи говорят, ну, капиталисты, Запад уже с 70-х годов демонтирует капитализм. А это переход в новую формацию, это не такой быстрый процесс, 150-200 лет он может длиться. Но определенный план у них есть. Жак Атали выступает на тему распределительной экономики, то есть плановой практически. Что-то они начинают менять. И вот здесь, как бы, в их изменениях, как бы нам не попасть под раздачу, Россия всегда была катехоном, удерживающим, как говорится в апокалипсисе, удержать антихристов от их разрушительных планов. Поэтому надо держаться вместе, дружить и укреплять свою страну. В этом мы должны справиться. Что-то мне вспомнился один забавный эпизод довольно. Был день Конституции, даже не помню, Татарстана или Российской Федерации. И вот был репортаж из Госсовета Татарстана, и там вот корреспондент, такой очень бодрым голосом говорит, вот у нас чуть ли на каждого правителя новой Конституции пишется, а американская Конституция была написана раз-навсегда, и за 200 лет в нее внесли только 4 поправки. Ну, вообще-то, можно было посмотреть источники в Соединенных Штатах в Конституции 27 поправок. Причем бывает, что одна отменяет другую. Ну, первые 10 – это били о правах, а вот 18-я поправка вводила в Америке сухой закон, тот знаменитый. А 22-я поправка отменила его. И обе поправки остались в тексте Конституции. Вот когда ввели сухой закон в Соединенных Штатах, вот тогда началась у мужиков великая депрессия. Наверное, это был главной причиной. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!